С наступающим! Сегодня последний в 2018 году выпуск Киномании. Новогодняя Киномания. Смотрите, я даже приоделся по такому случаю. И даже нос красный. Но это уже по другой причине. Ах да, забыл представиться. Меня зовут Георгий. И пройдя по этим ссылкам, вы найдете меня в социальных сетях. Так, а сейчас давайте обложимся мандаринами и узнаем, что будет в сегодняшнем эпизоде. Премьеры кино. Новости. Подборка новогодних фильмов. Лучшие подарки для киноманов. Праздничная новогодняя викторина. Новинки кино. В связи с тем, что в следующий выпуск Киномании выйдет только 10-го, я расскажу про премьеры этой недели и какие фильмы выйдут и 1-го и 3-го января. В новогодние праздники будет что посмотреть. 27-го декабря – это день традиционных премьер. В этот день выйдут новые части франшиз, которые уже несколько лет подряд балуют нас своим творчеством. Начнем, так сказать, с конца. «Елки последние» – очередная часть когда-то интересного проекта Тимура Бекмамбетова. Создатели обещают, что это действительно финальная часть, которую будут показывать в кино. Нас ждет 5 новелл. Наверное, как-то связанные друг с другом, а может и нет. Персонажи все те же. Ургант и Светлаков вернулись своим ролям. Официальный синопс из фильма обещает, что это будет самая трогательная часть франшизы. Ведь герои будут прощаться с нами. Поживем, увидим. В четверг также вышел мультфильм о новых приключениях богатырей – «Три богатыря» и «Наследница престола». Скорее всего, это был бы очередной проходной мульт от мельницы, если бы не одно «но». За режиссюру и сценарий отвечает Константин Бронзит. Это он в далеком 2004 году поставил Алешу Поповича, положив начало франшизе. А еще Бронзит – двукратный номинант на премию «Оскар» за свои короткометражки. В новой картине богатырям предстоит отправиться в Царьград за племянницей князя-батюшки Забавы. Единственной родственницей, которой и должна будет занять престол. Продолжаем рассказывать о многосерийных мультфильмах. 1 января в прокат выйдет уже четвертая часть «Снежной королевы». Приключения Герды зрителю не так приелись, потому что выпускает их примерно раз в два года. Кто-то даже успевает соскучиться. Сюжет хоть не нов, но звучит интересно. Герда переживает, что в семье только у нее нет магических способностей. Мода на магию проходит, научный прогресс занимает ее место. В это же время король Хагард собирает всех волшебников у себя в дворце, чтобы те показали, на что способны. Это оказывается ловушкой, и всех волшебников отправляют за зеркали. Только объединивших с бывшим врагом Герда сможет вернуть своих близких. Будет грозить опасность, пока волшебники живут среди нас. Вот мы и подобрались к одной из главных отечественных премьер. Т-34. Фильм, который является финальным аккордом года танков в российском кино, и который собрал приличный актерский состав. Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшимбаум, Артем Быстров, Семен Трескунов и другие. Самое важное, но этому мало уделяет время в рекламе, но режиссер Алексей Сидоров. Это тот самый человек, который снял бригаду с Безруковым. Фильм перенесет нас во времена Великой Отечественной войны и расскажет историю курсанта Ивушкина, который, попав в плен, планирует дерзкий побег. Он собирает свою команду, чтобы в танке Т-34 бросить вызов немецким асам. Переворачиваем календарь и видим, что 3 января опять выходит Дэдпул. А точнее, жил-был Дэдпул. Это будет детская версия второй части, из которой убрали некоторые сцены насилия, будет меньше крови, а также сняли дополнительно несколько сцен. Ради этих дополнительных сцен я и пойду в кино. Но только побеги ты Фокс. Это если бы Битлов продюсировали Николбек. Тоже музыка? Но хреновая. В новогодние праздники и Дисней не оказался в стороне. Скоро на экраны выйдет Мэри Поппинс возвращается. Фильм станет прямым продолжением ленты 64-го года, а действия развернутся спустя 25 лет после события первого фильма. Джейн и Майкл Бэнксы позрослели. У Майкла трое детей. И после смерти жены он никак не может прийти в себя. Ему на помощь приходит никогда не унывающая няня Мэри Поппинс. Фильм снял мастер-мюзикл Фороб Маршалл. В роли няни-волшебницы Эмили Блант. А позрослевших Бэнксов играет Бен Уившоу и Эмили Мортимер. Также в ролях Мэрил Стрип, Колин Фёрд, Дик Ван Дайк и другие. На свете возможно. Даже невозможно. Что ж, вперед. Мэри. От сказки резко переходим к пирсингу. Экранизации произведений Рю Мраками. Зрители ждет триллер про человека. Его играет Кристофер Эбботт, который давно хотел убить человека. И не просто так, а ножом для колки льда. План разработан. Жертва выбрана. Ей стала героиня Мия Васиковская. Однако выясняется, что жертва не промах и сама любит холодное оружие. Начинается смертельная игра в кошки-мышки с непредсказуемым исходом. Около месяца назад Орден Британской Империи получил Том Харди. На этот раз пришел черед получать награду Кири Найтли. Орден она по традиции получила из рук принца Чарльза в Букингенском дворце. Кира Найтли теперь офицер. В сети появилась видеозапись кинопроб Кита Харрингтона в крупнобюджетном фэнтези-сериале. Давайте посмотрим отрывок. Яви себя. Простите, этого нет в сценарии. Он реально? На Комик-коне в Бразилии Эм Найтуш Ямалану подарили вот такие арты, посвященные персонажам его фильма «Неуязвимый». Режиссеру они так понравились, что они теперь висят в его офисе. Фильм Юрия Быкова – это всегда событие. В сети появился трейлер его нового фильма «Завод», в котором мужики с обанкротившегося завода берут в заложники владельца олигарха, чтобы получить выкуп за него. Вашему вниманию, это трейлер. Если вам мало фильмов, которые выходят в прокат, или вы хотите посмотреть добрые душевные киноленты с оригинальным сюжетом, которые помогут создать настроение, вот вам три таких. О каждом расскажу вкратце, буквально сюжет, но каждый из них достоин вашего просмотра и времени. «Бедная Саша» – фильм, который одно время мы смотрели всей семьей каждый год. Я очень сильно люблю этот фильм и часто до сих пор его цитирую. Начинается фильм с того, что из тюрьмы выходит неудачливый вор Березкин. Почти сразу же он идет грабить квартиру одной бизнес-вуман. Как только он добрался до сейфа, его ловят на месте преступления дочка богатой женщины. Дочка не промах. Она шантажом заставляет Березкина ограбить банк мамы, чтобы та смогла ей больше уделять времени. А чтобы мама не поняла, кто он такой, выдает Березкина за учителя информатики. Звучит немного запутанно. Давайте посмотрим отрывок. «Музыка хорошая». «Очень знакомая». «Скрятайся, гражданин начальник». «Что-то я не разберусь тут». «Владимир Сергеевич, объясните». «Выбираем уровень сложности. Мужик, вор отряда или блатной». «Сирота Казанская» – мелодраматическая комедия, действие которой тоже происходит в канун Нового года. После смерти матери Настя, сельская учительница, решает найти отца, которого никогда не видела и знает только, что его зовут Павел. Она публикует в газете письмо, которое мама так и не отправила Павлу. В ответ на эту заметку в газете к Насте приезжает аж трое мужчин. Каждый из них уверен, что она его дочь. «Вот зашел посмотреть. Интересно все-таки. Так который же из них батя?» «Я». «Я лучше завтра зайду». Со мной вот что происходит. Грустное, но невероятно доброе кино. В двух словах сложно рассказать сюжет, потому что этот фильм о многом. Лента расскажет о двух братьях Валентин только приехал в Москву к своему брату, который уже обжился в столице, есть работа и хорошо зарабатывает. Боюсь, что, сказав больше, я испорчу вам впечатление о фильме. Думаете, что подарить киноману? Вот вам несколько идей, которые, может быть, подтолкнут вас на отличный подарок к Новому году. Начнем с аппарата для приготовления попкорна. Конечно, его можно приготовить и на сковородке, и в микроволновке, но согласитесь, такой агрегат и попкорн, приготовленный им, только украсит просмотр фильма. Ориентировочно стоит примерно полторы тысячи рублей. Фанатам «Игры престолов» придется по вкусу наикрутейший 3D-пазл Вестероса с замками великих домов в семи королевств. Стоит такое чудо около двух тысяч рублей. А если есть 3,5, то купите настольную игру «По миру льда и огня», чтобы ваш киноман почувствовал себя настоящим лордом из «Игры престолов». Интриги, битвы, славные победы и громкие поражения. Весь спектр эмоций за одну партию игры. Вашему вниманию полное коллекционное издание сериала «Во все тяжкие». 16 дисков хранятся в такой же бочке, как и та, где хранил свои деньги у Уолтера Уайт. Также в комплекте идет фартук с логотипом «Лос Полос Херманос» и коллекционная монета. Стоит это чудо от 10 тысяч рублей. Как бы банально это ни звучало, но любой киноман будет рад билетам в кино. Тем более, если он сам сможет выбрать сеанс, который хочет посетить. У нас в городе есть Аймакс, что делает подарок очень весомым. Также почти у каждого значимого фильма или сериала есть либо литературный первоисточник, либо книжный дополнительный материал, энциклопедии, биографии персонажей, рассказы со съемок. Ведь я до сих пор считаю, что книга – это лучший подарок. Викторина Вот и пришло время новогодней викторины. Если вы думаете, что все будет просто, не тут-то было. Условия жестче, вопросов больше, приз мощнее. Начну как раз с него. Победитель получит вот такой экземпляр мирового кинематографа в инфографике. Вопросов будет сегодня не 3, а 5. Свои варианты ответов нужно прислать мне в Инстаграм. Обязательно нужно подписаться. В этот раз недостаточно быть первым. Также нужно успеть отправить ответы в течение часа после выхода программы. Конечно же, все ответы должны быть верными. Ну что, готовы? Подготовили спортфоны? Начнем. Кадр из какого фильма вы видите на экране? Как зовут этого актера? Как зовут персонажа? Откуда саундтрек? Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. На сцену из какого фильма была пародия в конце прошлого выпуска Киномании. Вот и подошел к концу финальный выпуск этого года. Теперь встретимся только в 2019 году. А там уже и начнутся шуточки про прошлогодние серии. Пора готовить оливье и покупать мандарины. В новом году хочу вам пожелать отличных фильмов, чтобы время, проведенное за просмотром, не считалось потраченным зря. А также здоровья, любви и счастья. С Новым годом и Рождеством! Редактор субтитров А.Семкин